ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это один известный пример такого рода истории, причем это не с нашими русскоязычными, с бразильцем Бразильский полицейский проработал в полиции, по-моему, на момент, когда он эмигрировал, лет 25 он проработал, такой в возрасте дядька Приехал сюда и сказал, что он очень хочет продолжить свою работу в качестве правоохранителя Что у него было? Вначале он понял, что ему надо знать совершенствие обыксахстанных языка, английский и французский Напомню, что мы, естественно, говорим все про Квебек, потому что в англофонной Канаде история может отличаться В Квебеке выглядит следующим образом Он пришел в полицию для того, чтобы получить некий такой вводный курс по тому, как ему стать полицейским И ему сказали, что существует два базовых требования Точнее три Это хорошее здоровье Это знание двух языков, английского и французского И это профильное образование То есть ты должен закончить программу подготовки полицейских здесь, в Канаде Он уперся, когда я с ним познакомился, он уперся рогом в проблему изучения французского языка У него был какой-то английский Ему безумно тяжело давался французский язык Но в конце концов, в ходе бедного, он эту проблему преодолел Хотя на это ушло ему, у него порядка, по-моему, трех или четырех лет После этого он поступил в СЕЖЭП Это аналог франклофонного колледжа На программу подготовки полицейских Дальше, после окончания этого учебного заведения Он в течение, по-моему, года или двух работал в организации, которая занималась перевозом денег И после этого он раскидывал свое резюме для того, чтобы получить вакансию полицейского Надо сказать, что окончание, вот, скажем, колледжа, да Или полицейского академии в аналоглофонной Канаде По программе полицейская служба Не дает себе автоматически возможность устроиться на работу в полицию Муниципальную полицию, да Потому что есть муниципальная полиция, есть федеральная полиция И, соответственно, он ждал своего часа, свои вакансии Вакансия открылась не в Шербруке, а открылась там, в каком-то городке, который где-то в минутах десяти езды от Шербрука был Он туда переехал, собственно, жить и там работал И к чему это все? К тому, что, во-первых, устроиться на работу полицейским после того, как ты работал полицейским у себя дома Это реально Да, второй момент Это то, что окончание программы полицейской академии или полицейского колледжа, как в Флебеке Это не гарант для того, чтобы ты получил вакансию Да, то есть это такая же работа, как работа, не знаю, там, поваром или, не знаю, там, маркетологом Да, ты закончил колледж или закончил университет И ты потом долго носишься с выставленным языком для того, чтобы найти вакансию, где тебя возьмут И, соответственно, третий момент Это то, что, ну, я не помню, я сказал, да Что факт того, что ты работал у себя дома, не является ограничением для того, чтобы ты устроился на работу в полиции здесь Еще раз говорю, что не имеет значения, там, был у тебя доступ к военным тайнам, не было доступа к военным тайнам Канада, когда тебя принимает, она проверяет тебя на безопасность Что ты не являешься, там, шпионом Что ты не являешься международным преступником И поэтому, когда ты приезжаешь сюда, ты абсолютно чист перед законом И у тебя есть доступ абсолютно ко всем профессиям, кроме тех, которые требуют наличия канадского гражданства Работа полицейским не требует наличия канадского гражданства, но требует наличия статуса постоянного жителя Канады Вот такой ответ на ваш вопрос Я пошел на спорт Всем хорошего дня и счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok